Блогер Эдалер 2000 сообщает, что в Самарской области наблюдается рост количества автоаварий с участием пешеходов и числа пострадавших. За январь-апрель их зарегистрировано 428. Пострадал 41 человек, 403 получили ранения. Во многих случаях, поясняет блогер, среди причин наездов на пешеходов оказываются недостатки в организации дорожного движения. Вот возьмем, например, Постников-Овраг. Здесь всего одна дорога от остановки. По ней ходят толпы до Трансгрузовского микрорайона, школы, университета. Идет дорога и потом упирается в забор. Все, тупик. Дальше нужно идти или по проезжей части, или переходить ее в неположенном месте. Это грубейшее нарушение застройщикам, заключает блогер СНИП о производстве строительных работ. Автор поста назвал в Самаре еще четыре адреса с подобными проблемами. Около десяти добавили читатели. Блогера Надежду Литвиненко возмутило отношение к посетителям в одной из самарских поликлиник. В ней, пишет автор, около лифта висит объявление в лучших традициях жанра. В лифт с детскими колясками не входить. Да вы что, с ума сошли, господа, негодует Литвиненко. У нас что, у каждой мамы есть возможность оставить ребенка дома или коляску в машине? Или вы смогли обеспечить охраняемую стоянку для детских колясок? Или эта самая коляска нарушает хоть каким-то образом правила эксплуатации лифта? Удивительно, заключает блогер. Блогер Павел Новиков на проспекте Карла Маркса заметил, как он пишет непонятное здание с газонами на крыше. Оно построено аккуратно, на том месте, где должна пройти спасительная магистраль центральная. Может, кто в курсе, что там такое? Не иначе, как зеленый чай выращивают, предполагает Новиков. Вот такие суровые у нас самарские огородники, смеются читатели. А выращивают они алюминиевые огурцы.